Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал! Поздним вечером в Лондоне дом моды Гуччи устроил презентацию межсезонной круизной коллекции Resort 2025. В каком-то смысле, шоу стало для бренда возвращением на малую родину. Как это ни парадоксально, именно в Лондоне началась история модного дома, чью итальянскую душу, характер и нрав вовсю старается нынче подсвечивать его новый креативный директор. Чтобы напомнить, впрочем, не сильно покрытая пылью прошлое Гуччи, в преддверии показа даже выпустили отдельный подкаст. В нем рассказывают об основателе бренда. О том, как более ста лет назад он отправился на заработки в британскую столицу и устроился в отель Совой таскать дорогие чемоданы, которые потом вдохновили его на собственную кожгалантерею. Причем, по возвращению в родную Флоренцию Гуччи стал делать именно английские люксовые чемоданы, а на первом логотипе бренда был изображен портье. Но давайте все же вернемся, друзья, непосредственно к шоу Resort 2025. Модное действие устроили в монументальном бетонном зале Лондонской галереи современного искусства. Это место, с одной стороны, обласканное всей на свете публикой, а с другой уже несколько примелькавшееся, организаторы шоу превратили в цветущий сад. Вдоль подиума высадили несколько тысяч деревьев, покрыли вьющимися лианами стены. Получилось довольно удачно разбавить суровую брутальную атмосферу пространства жизнерадостной энергии зелени. После завершения показа растения передали на озеленение индустриальных городских районов. Такой вот экологичный и устойчивый сет-дизайн. А вот с самой коллекцией все отнюдь не так однозначно. Лучше всего ей подходит определение «симпатичное». Все в представленном сегодня гардеробе Гуччи очень миловидное и подчеркнуто модное, но в этом нет совсем ничего нового. По большому счету, Саббата Дессарна просто проанализировал все тренды последних двух сезонов и выдал на их основе среднее арифметическое. Словно нейросеть, которая собирает некий финальный результат по заданным параметрам. В итоге на подиуме мы с вами видим, друзья, силуэты, фактуры, стильные миксы одежды и обуви, похожие на творения предыдущих креативных руководителей дома Гуччи, а то и вовсе ведущих дизайнеров конкурирующих брендов. И пусть в аннотации к показу было заявлено, что в качестве источника вдохновения послужили виды Лондона, а также стиль принцессы Дианы, однако Саббата со всей очевидностью решил пойти по проторенной коллегами дорожке. Например, в куртках-рубашках, прозрачных юбках и шортах-трусах без труда можно разглядеть след Миу-Миу. В костюмах с укороченными брюками и юбками-карандашами руку Марии Грации Кюри. Глядя на длиннющую бахромой стекляруса, вспоминаешь о недавнем показе Прада. В сочетании оверсайз-рубашки с широкими джинсами и балетками вдруг замечаешь вполне знакомый силуэт от дизайнера Пьер Пауло Печоли, который долгое время был начальником де Сарна Валентино. Эстетике Тома Форда в коллекции отвечала серия образов для офисных сирен, включая асимметричного кроя платья. Только у Саббата наряды выглядят более целомудренно. Поработал нынешний руководитель дома и с архивными моделями сумок. Хотя увеличенные до огромных размеров сумки Хоба воскресили в памяти отнюдь не достояния Гуччи. А недавний показ Клоэ, где новый креативный директор бренда за подобный шаг удостоилась всеобщих оваций. И это еще не все. Попытка передать эклектику Леди Ди, любившую сочетать несочетаемое, заставила думать, что Саббата сменил ранее обозначенный курс. То есть от итальянской, далеко не всегда тихой роскоши, свернул в сторону театральщины, которую проповедовал Александра Микеле. О нем здесь напоминают летящие банты на шеях моделей в сочетании с жемчужными колье и футуристичными очками в вишневой оправе, пальто в пеструю ромашку, белые носки в дуэте с туфлями-лоферами. А вот что Саббата привнес сегодня лично от себя, так это безусловно палитру, для Гуччи ранее не характерную. Возможно, на первый взгляд, даже не складную. Ведь горчица и сирень микс, прямо скажу, неожиданный. Но тем интереснее, когда в одном аутфите уживаются ярко-зеленый лифт и благородно-коричневая сумка. Мятный воздушный банк выбивается смело наружу из-под рыжего жакета из замши. А небесно-голубая гусиная лапка пальто подружилась с багрово-красными балетками. Наблюдая за тем, как пошел по миру вишневый цвет Гуччи, нет сомнений, что новые оттенки тоже сыщут поклонников. Правда, кто они – вопрос, на который пока не могут ответить ни опытные модные критики не кажется сам дизайнер. Я со своей стороны очень надеюсь, представленные в Лондоне модные образы не растворятся в десятках подобных, созданных другими марками. Коллекция, на мой взгляд, получилась достойная, и я уверена, вам понравится. Мне хочется услышать ваше мнение, мои дорогие зрители. Оставляйте комментарии, отмечайте видео лайком или дизлайком. Всем большое спасибо за подписку на канал. Приятного просмотра, красоты и модных обновок, нескучного дня и солнечного, позитивного настроения! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok